Добрый вечер, Цейковь! Я хотела бы засвидетельствовать о том, что Бог сделал в моей жизни, благословил меня отпуском, благословил поездкой по священным местам, это еще на деньожжение, зимой. И я говорю, Господи, слава Богу, я просто не ожидала этого, но слава Богу за наших детей. Мой ребенок еще пока не в церкви, но у Бога свои времена и сроки для каждого человека, поэтому я верю, что она будет тоже в Доме Божьем. И она благословила меня этой поездкой по священным местам, так что слава Господу за все и за отпуск тоже. В отпуске летом была, тоже ездила отдыхать с ней вместе, так что все в руках Господа, и Бог отвечает на молитвы. Слава Богу! Аминь! Слава Богу! Аллилуйя! Я тоже приношу жертву благодарения и свидетельства, Господь сохранил жизнь ребенку в нашем родстве. Это внук моего брата, ему в мои месяцы произошла эта история. Они живут в селе, и ребеночек, мальчик, неполных 8 лет, второй класс, заболели, как вот в классе заболевают детки, полкласса заболели вирусом. Ну, назначили лечение, где-то недельку полечили его, и мама его пришла на обед, уже собираются в школу уходить на следующий день. Пришла в обед с работы, покормила, посмотрела, как он себя чувствует, все нормально, пошла. Дошла до работы, 10 минут буквально идти до работы, он успел позвонить ей и сказать, мама, у меня сильно болит голова и не держится на плечах. И она в недоумении перезвонила, попросила людей, чтобы пришли, посмотрели, что с ним. У него голова действительно не держалась на плечах, он успел подойти к стене, встал головкой, уперся так в стену, и, ну, как бы жизнь с него уходила. Успели вызвать скорую, а это село, в район нужно было вестись километров 40. Но, слава Господу, Господь держал его, потому что его вынесли на руках, как травичку, и врача, заведующего отделением, куда его поместили, очень опытный врач оказалась. Она сразу же определила, что было неправильно назначено медикаментозное лечение, что таким деткам маленьким не назначают такие лекарства, знала симптомы, какие идут от этого, и сразу же применили то, что нужно было противодействовать. Ну, слава Господу, через три дня они уже были дома, врач перезвонила, попросила извинений, говорит, прости, пожалуйста, у мамы попросила, я неправильно назначила дозировку и медикаменты. Ну, естественно, уже моя племянница, она только трубку положила. Ну, что можно сказать, велик наш Господь, потому что 40 километров довести ребенка, ребенка как бы уже безжизненного, это тоже только Он. Слава Ему. Так что верен обещающий. Добрый вечер, церковь. Я очень благодарна Богу за то, что Он исцеляет, и милующий, и дает и радость, и помогает во всем буквально. И очень благодарна Ему, что Он дает любовь, сердце к людям, к тем, которым мы ходим свидетельствовать о Господе. Это просто Его такая благость к людям, которые как бы еще не верующие, но Он всех настолько любит. И знаете, быть вот этим Давидом перед Авимелихом очень часто приходится, потому что люди, некоторые говорят, идите отсюда вон, чего вы сюда пришли, всякие слова разные. Но утешает то, что есть и те, которые тянутся к Богу, которые принимают Его, которые хотят слышать о Нем. И мы молимся за больных, которые имеют там разные болезни. Женщина, которая почти приходила, садилась на лавочку и сидела, она очень плохо видела. Сейчас встречает нас, говорит, ой, мне уже лучше, уже ходит по парку, гуляет и видит, что это мы пришли. То есть слава Господу, Бог являет свои чудеса. И Он хочет, чтобы мы любили людей, вот через нас хочет любить людей. Вы знаете, в нашем сердце и в нас самих уже столько всего есть. Мы столько всего можем рассказать людям, а самое главное — рассказать о Христе. Просто засвидетельствовать им о Его любви, о Его милости. И некоторые принимают с удовольствием. И я верю, что будет наполняться и Церковь Божия, они будут желать приходить, поклоняться Богу. И слава Божия будет являться. И мы каждый месяц один раз собираемся евангелизационным служением, молимся, общаемся. И у меня в пятницу сломался холодильник, но он выключился, и всё. Пришлось соседке отдать, чтобы было в холодильнике. А в субботу мы собрались, я говорю, молились. Я говорю, ну помолитесь за мой холодильник. Все помолились. Я пришла домой, возложила на него руки. Дочка включает, работает. То есть слава Божия. Бог может являть свою славу в любом виде, лишь бы мы с верой принимали это. Спасибо Ему огромное за мир в доме, за любовь, которая в доме. Благодарю за всё Его. Он достоин, только Он один достоин славы в моей жизни. Благодарю Его. Слава Ему. Я очень волнуюсь. У меня 13 сентября этого года внук, 18 лет, студент второго курса Черноморского университета имени Петра Могилы Николаеве в полком. Утром проснулся, ему сделалось плохо, и он в полком. И он там лежал два дня. Врачи не могли определить, что случилось с ним. Все были привлечены, врачи города Николаева, делали анализы, никто не мог ничего определить. Господи, спасибо Тебе. У меня сестра ходит в Вашу церковь. И я обратилась к ней, чтобы она подключила служение исцеления, чтобы молились о Нем. Мы молились и здесь молились. И спасибо всем, кто молился. И спасибо Господу, что не оставил нас. Он через двое с половиной суток вышел из комы. Сейчас он уже дома. Но так врачи и не смогли определить, что это было. Сделано множество анализов. Я благодарна, Господи, Тебе, что Ты есть в моей жизни. Спасибо Тебе. Спасибо. Добрый вечер, дорогая церковь. Я на самом деле долго удерживал служение. Уже пастор меня смотивировал. Надо свидетельствовать о том, что в этом году я закончил университет, магистратуру и получил диплом. Звездзнакию. То есть красный диплом. Ну, все началось с того, что ровно десять лет назад Господь спас меня. Я был полностью пропащим алкоголиком, наркоманом. Ну, в реанимации три раза, да, уже секундами прямо в реанимации спасали меня. Ну, вот как бы и радости, и трудности. Но Господь сказал, что я есть в двери, кто войдет мной тут. И войдет, и выйдет, и пройдет, и пажет, и найдет, и пажет, и в первую очередь. Это все духовные постулаты, которые направляют, как вот, знаете, ДНК, как оно отвечает за все в жизни человека, начиная от цвета волос и заканчивая счастьем или несчастьем. Так вот, те пажети, которые дают всю-всю абсолютную траекторию нашей жизни. И, как бы, те вот самые направляющие, самые основы. Я хочу поблагодарить, конечно, Господа за то, что Он верен, за то, что Он каждый миг хранит просто, за то, что Его милость постоянно, постоянно вообще просто с каждым из нас, мы так часто просто в суете путаемся, что перестаем видеть, видим только проблемы, а не возможности, видим себя, а не что-то вокруг себя, видим не то, как мы можем влиять, а видим больше проблемы. Я благодарю Господа за то, что мой сын сегодня в Доме Божьем, также Он в этом году поступил в университет, и Он студент Национального авиационного университета. Ещё в этом месяце ровно год, как Господь дал мне прекрасную жену. Я очень благодарю Господа за это верное, чистое, искреннее, любящее, такое самоотверженное сердце. Я благодарю Господа за Его милость, которая постоянно с нами, которая постоянно подкрепляет, которая ведёт. Я благодарю Господа за то, что Он поместил в этот дом меня, мою семью, вообще каждого из нас, за то, что действительно каждый из нас — это та частичка, которую мы сами не понимаем ещё, как мы составляем одно это целое, но мы действительно одно это целое. Может, мы не понимаем, не дополняем взаимосвязями какими-то видимыми, такими действенными, но мы духовно дополняем один одного. И то, что есть, ну это благодаря тому, что действительно каждый из нас в чём-то верен, и каждый из нас здесь и стоит. Я благодарю Господа за каждого служителя, я благодарю Господа за пастора, за его верность, за его твёрдость и крепость в Господе, за его посвящение, действительно. Вся слава Господу! Вся слава Господу! Я приношу Господу благодарение за то, что Он наш любящий Господь, Отец Небесный, Который не оставит нас и не покинет никогда в любых наших трудностях и ситуациях. Четыре месяца назад я упала. Месяц ходила я, думала, что у меня болит, просто ноет спина. Потом, когда сделала МРТ, а там перелом. Но никто не верил, у меня не было болей, потому что мне больно было только тогда, когда я упала. Но я всё это время повторяла, Господи, ранами Твоими я исцелена, Господи, ранами Твоими я исцелена, и провозглашала только исцеляющую Божью силу. И с кем бы я ни говорила, все говорят, ну как ты можешь перемещаться? Как ты можешь двигаться? Я говорю, так я же вам сказала, говорю, ну и свои родственники, которые у нас живут в Барварах. Моя тётя не верила, ей 80 лет, она не понимает, как это я хожу до сих пор. Да у тебя нет перелома. Я говорю, так, тётя Оля, говорю, не утомляйте меня, говорю, ранами Иисуса. Я исцелена, потому я и хожу, говорю. Я двигаюсь, я перемещаюсь. Вот. Ну, в общем, слава Господу. Сегодня я могу сказать, что действительно Бог благ. И Он за нас всегда, и мы с Ним всегда будем победителями во имя Иисуса Христа. Я хочу поблагодарить, кто за меня молился эти 4 месяца. Пастырь, Анжела, молитвенное служение. Я всех благодарю вас, потому что вы моя семья. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо.